На нашей площадке успешно реализуются не только глобальные проекты по строительству и вводу в эксплуатацию нового безопасного конфаймента, хранилища отработавшего ядерного топлива, заводов по переработке жидких и твердых рау. Наши специалисты успешно внедряют современные технологии виртуальной реальности, 3D-моделирования и визуализации, которые необходимы для повышения эффективности и безопасности проведения работ на этапах снятия ЧАЭС с эксплуатации. В этом году правительство Норвегии утвердило продолжение долгосрочного проекта «Центр визуализации снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС». Это совместный проект «Чернобыльская АЭС» и Института энергетических технологий Норвегии. Новый проект направлен на развитие созданного в 2016 году Центра визуализации снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС. Первая фаза очень долгая, потому что для того, чтобы реализовать подобные проекты, необходимо ни много ни мало межгосударственные соглашения. На тот момент у нас с Норвегией прямого соглашения не было, а через существующие грантовые соглашения и прочее это не делалось. И большую часть времени пришлось потратить именно в самом начале именно на это межгосударственное соглашение. Оно хоть и звучит, что это соглашение между правительством Королевства Норвегии и Украиной, но занимался этим соглашением исключительно персонал Чернобыльской АЭС. И здесь я хотел бы особо отметить работу отдела международных связей информации, который по большому счету всю эту подготовительную работу и сделал. Еще процесс ослаблялся тем, что это были 2007, 2008, 2009, 2010 годы. Кто помнит, частая смена правительств, неочередные парламентские выборы и так далее. И каждый из этих событий отбрасывал нас практически в начальную нулевую точку, начиная с начала. Ну, тем не менее, в 2012 году, я уже не помню, давно это было, наконец-то все-таки такое соглашение было заключено. Причем оно получилось даже трехсторонним, там Украина, Норвегия и Швеция, если я не ошибаюсь. Сейчас этим соглашением пользуются все заинтересованные лица государственные, включая и госинспекцию ядерного регулирования, правительственного органа, ну и мы, естественно, тоже. Сотрудничество по данному проекту началось в 2006 году, когда правительство Норвегии предложило свою помощь в части снятия ЧАЭС с эксплуатации. Однако по-настоящему реализовать этот проект удалось после подписания в 2012 году межправительственного соглашения между Украиной и Норвегией о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности, снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта укрытия в экологически безопасную систему. Сам проект, как вот тот первый, ну как бы сам по себе он небольшой, то есть это не глобальные проекты типа НБК и ХАЯ-2, нет, он и по бюджету, и по объему, он небольшой, и мы достаточно успешно и быстро в рамках того графика с этим справились. То есть основное это было, конечно, закупка оборудования, нового современного оборудования для организации рабочих мест, то есть для сбора информации, это и видеокамеры, это и инструменты для дозиметрии, то есть для замеров, это и мониторы для предоставления информации, ну естественные компьютеры, вот современное оборудование, то есть было закуплено, установлено. Проект он вообще такой многоплановый, почему я непосредственно в нем участие принимаю, да, потому что здесь задействовано несколько задач и, соответственно, несколько подразделений, станции разных, скажем так, по подчиненности, по направлениям, да, не только служба главного инженера, вот, с одной стороны это, как я уже сказал, повышение эффективности и безопасности работ по снятию с эксплуатации, в первую очередь на этапе планирования этих работ, то есть здесь задействовано как и производственное подразделение станции, так и, ну на тот момент это был отдел снятия с эксплуатации, сейчас отдел стратегического планирования, там создана даже целая группа при бюро по этому направлению, вот, это и радиационная безопасность, я уже упоминал и, соответственно, задействован персонал цеха радиационной безопасности, вот, это современное, в общем-то, компьютерное и даже, и не только компьютерное оборудование и технологии, то есть здесь задействован персонал отдела информационных технологий, вычислительных систем, вот. Одна из тоже важных функций задач этого центра, это предоставление информации общественности, и понятно, что гораздо нагляднее и эффективнее представить информацию в виде современной визуализации, 3D-моделирования, ну, к сожалению, пока еще до 6D, там, как это называется, виртуальной реальности мы еще не дошли, хотя возможности такие тоже есть, для этого достаточно тоже еще дополнить центр определенным оборудованием и программным обеспечением, доработать, и тоже проблем никаких нет, вот. Поэтому вот эти подразделения были задействованы и как-то пришлось собирать все в кучку, чтобы получился такой единый коллектив, который бы работал на одну задачу. Ну, мне кажется, что в конце концов нам это удалось сделать где-то административными методами, вот, то есть и на сегодняшний день существует группа, которая занимается, а, я еще забыл еще одну функцию сказать, тоже очень важную, это обучение персоналу, вот, поэтому учебно-тренировочный центр также в этом задействован, вот, ну, на сегодняшний день, как бы, эта функция используется не очень активно, потому что мы еще не вступили в активную фазу физических работ по снятию с эксплуатации. С помощью центра визуализации можно рассчитать дозы облучения персонала при перевозке отработавшего ядерного топлива, что не только повышает эффективность работы при планировании радиационно опасных работ, но и позволяет минимизировать и оптимизировать дозовые нагрузки персонала, правильно разместить защитное экранирование и рассчитать безопасное время выполнения работ. Кроме того, центр позволяет смоделировать внештатные и аварийные ситуации и заблаговременно подготовить план реагирования на них. Для визуализации информации специалисты ЧС создают детальную 3D-модель объекта, где запланированы работы. Модель включает в себя точное расположение оборудования, персонала и инструментов в помещении. После этого на основе обследований в модель вносится точная картограмма радиационного загрязнения. На сегодняшнем этапе основная нагрузка – это как раз создание 3D-моделей, это визуализация этих моделей, то есть написание сценариев, использование этого ЧС-планера, этого программного обеспечения, особенного, которое именно учитывает традиционные обстановки в помещениях, загрязнения оборудования и так далее. Но на первом этапе, да, это, конечно, создание 3D-моделей и последующих визуализаций. Сначала мы используем результаты КИРО, которые у нас есть, а сейчас, с учетом того, что идет КИРО, комплексное инженерное обследование внешних объектов, то уже как бы эти вещи, да, совмещаются. Есть у нас модели уже, по-моему, 22 здания, цифры меняются. Еще одна из таких, в общем-то, отдельных задач – это визуализировать процесс перевозки отработавшего ядерного топлива с ХАЯТ-1 на ХАЯТ-2, потому что работа эта будет выполняться, ну, как минимум, 10 лет. Вот, за 10 лет, не дай бог, ну, всякое может произойти, и чтобы, во-первых, персонал был подготовлен, в том числе и к действиям в каких-то нештатных ситуациях, если, не дай бог, такие произойдут. Кроме вышеупомянутого, Центр визуализации используют при проведении периодических инженерных и радиационных обследований, в работах по демонтажу оборудований и конструкций, для сохранения и передачи информации об объектах ЧАЭС, для поколений специалистов, которые будут принимать участие в работах на завершающих этапах снятия с эксплуатации, для информирования общественности, а также для обучения персонала. Что дальше? Ну, во-первых, уже некое будущее, как минимум, на полтора года, оно уже определено, потому что правительство Норвегии, с учетом того центра, который нами был создан вместе, вот, они увидели, ну, была некая инспекция, приезжали представители норвежского правительства, что тут скрывать, то есть посмотреть, куда же делись норвежские деньги, да, вот, они увидели, что они, в общем-то, потрачены абсолютно на, абсолютно по назначению, то есть цель достигнута, вот, и далее институт вышел с предложениями своего норвежского правительства о продолжении проекта, то есть, ну, в первую очередь, финансирование. Тоже эта история довольно долго длилась, ну, в Королевстве Норвегии свои законы, кстати, не менее бюрократичные, чем у нас, может быть, это и хорошо, но, тем не менее, было принято решение норвежским правительством выделения определенных средств для продолжения этого проекта. Ну, даже не совсем продолжение, это, как бы, новый проект, если юридически, то есть, это новый проект, но он называется, это развитие центра визуализации по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС. То есть, смысл в том, чтобы изначально у нас было вместе с УТЦ в рамках первого проекта 13 рабочих мест, вот, сейчас по новому проекту это расширение до 25, соответственно, с закупкой нового оборудования, компьютеры, серверное оборудование, опять-таки, для съемки, камеры, дозиметры и так далее, до 25 рабочих мест. Это обновление вот этого самого планера, так называемого, уникального продукта, потому что, ну, за время прошло, то есть, мы увидели и слабые стороны в том числе, вот, у нас появились предложения, норвежская сторона предложение принято, то есть, будет развиваться это программное обеспечение. Естественно, они точно так же в этом заинтересованы, потому что у них в этом направлении сотрудничество не только с нами, но и с другими станциями, включая, там, ту же Ленинградскую станцию. Начинали они вообще с губы Андреева, но это такое, не буду говорить, очень грязное место было. Да, и с Кольской станцией они работают с нами, то есть, у них есть тоже прямая заинтересованность в развитии, в том числе и нашего проекта. Ну, и еще один такой маленький нюанс в рамках этого института норвежского, вот, они эксплуатируют два института реактора, один там подосло находится, слабенький такой, на 2 мегаватта, и один в городе Халден, там, два часа из для Тоса на юг. Мы не хотим его помочь? Вот, так вот, этот реактор в Халдене, принято решение его остановить, причем, очень похожая ситуация, решение-то принято политическое, так, политико-экономическое, то есть, они увидели, ну, то есть, перестали, скажем так, увидели экономическую, верили, не увидели, не увидели экономической целесообразности его эксплуатации, ну, надо сказать, реактор очень старый, там, еще, где-то, в конце 40-х годов, он, достаточно уникальный, вот, ну, вот экономика диктует свои правила, и решение правительства закрыть, вот, и примерно, как бы у нас было, так, лет 18-20 назад, да, то есть, никаких программ, финансирования, ничего нет, вот, они сидят и думают, а что с этим делать, то есть, сейчас у них состояние, примерно, нашего 2000 года, третьего блока, то есть, они поддерживают свой реактор в безопасном состоянии, вот, ну, это так, вот, поэтому определенные интересы есть, будет ли это иметь какое-то продолжение, не будет, я пока сказать затрудняюсь, вот, ну, я бы сказал так, что мы готовы и можем, наверное, в состоянии оказать некую консультативную помощь, потому что, ну, понятно, что реактор там совершенно другой там, ну, вот, но, да, но в принципе, то есть, мы тоже начинали с нуля, бились там, тыкались по разным углам, да, стратегии, все остальное, это сейчас стало более-менее понятно уже как-то, вот, поэтому, будет это, не будет воплощено в какие-то там договорные отношения там или выполнение совместных работ, ну, я говорю, мы можем и готовы, то есть, такую помощь им оказывать, мы им об этом говорили, но уж там им решать. Данный проект является важным не только для Норвежского Института энергетических технологий и Чернобыльской атомной электростанции. Продолжение сотрудничества с Украиной, в том числе в области ядерной безопасности, является приоритетным направлением правительства Норвегии. Поэтому в рамках международной конференции Инудека, которая пройдет в Славутиче с 24 апреля, состоится презентация визуализированных работ, которые были созданы в рамках проекта Центр визуализации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС для повышения эффективности и безопасности проведения работ на этапах снятия ЧАЭС с эксплуатации.